Итак, в этом уроке мы с вами закончим с нашим адаптивным сайтом. Подстроим его под все типы экранов, как под мобильники, так и под компьютерные большие экраны. Давайте взглянем еще раз на наш сайт и посмотрим, в чем его тут сейчас недостатки. Приблизим как можно больше, либо давайте не приближать, а откроем консоль. Консоль можно открыть несколькими способами. Нажать правую кнопку мыши на пустой части сайта и нажать «Просмотреть код». Либо вот здесь есть такая вкладочка, нажимаем на нее, «Дополнительные инструменты» и «Инструменты разработчика». Открывается консоль. В консоли, опять-таки, как я говорил, нажимаем на эту иконку и открывается экранчик, которым мы можем изменять наш сайт. Итак, здесь есть отличная еще одна функция, которая помогает установить устройство, как бы эмулировать экран определенного устройства. Например, Apple iPad. На Apple iPad у нас, в принципе, наш сайт выглядит вот таким вот образом. Что мы должны изменить здесь? Ну, смотрите, шапка, в принципе, шапка у нас достаточно неплохо выглядит, и мы ее можем оставить здесь. В дальнейшем, когда мы еще дойдем до примерно такого типа, мы ее изменим. Но для Apple iPad она достаточно хороша. Дальше, вот эта вот навигация, менюшка, в принципе, ее можно как раз изменить. Немножко вот этот, убрать этот отступ вот здесь, и они тогда все будут в один ряд выстраиваться. Вот, дальше нам нужно вот этот правый блок увеличить, чтобы, в принципе, тут все красиво отображалось, а этот можно сдвинуть немножко влево. Таким образом, у нас опять-таки все будет хорошо отображаться, а футер мы даже трогать не будем. Вот, что нам нужно сделать для Apple iPad. Мы также видим его разрешение, вот, 768 на 1024. Итак, чтобы применить конкретные стили для конкретного экрана, в CSS3 появились новые Media Queries. Я открыл страничку на Hubber Hubber. В принципе, это отличная тут статья, которая объясняет как раз, я, в принципе, по ней и учился эти Media Queries. Ну, не учился, я просто смотрел, что они делают. Вот, и я оставлю ссылку на этот сайт, в принципе, вы тоже можете посмотреть, и много чего нового тут для себя узнаете. Итак, смотрите. Что такое Media Queries? Media Queries – это такие штуки, которые устанавливаются, в принципе, в метатеге, ой, не в метатеге, а, например, они устанавливаются при подключении CSS файлов. Например, здесь мы можем указать некую, вот, как здесь, например, сейчас я найду, покажу вам. Ну, в общем, то есть, есть два способа подключения Media Queries. Первый способ – это когда вы подключаете CSS файл, и вот здесь прямо прописываете Media. Media для какого-то определенного размера экрана. Например, там, ширина экрана, которого, там, от 700 пикселей до, там, 1000 пикселей, например. Вот. Это, если при подключении CSS файла. На самом-то деле, это не очень удобно, потому что вам потребуется два CSS файла, например. Этот будет у нас Media, уps, Media, там, 700 пикселей. Вот. Ну, оно не так, конечно, записывается, но просто, чтобы вы понимали. Вот. А второй файл, который у нас будет, CSS 2, это уже, там, для 1000 пикселей. Вот. То есть, вам потребуется два файла, два CSS файла, абсолютно идентичных, только у вас там будут отличаться некоторые параметры. Это не совсем удобно, потому что, опять-таки, создаете больше, а получаете то же самое. Поэтому существует второй тип Media Queries, который устанавливается прямо в CSS файле. Мы будем работать с вот этим нашим главным style.css, который мы в прошлом уроке, в принципе, сделали. И здесь мы будем изменять определенные стили для каких-то определенных экранов. Вот. Для начала давайте определим, когда у нас происходит вот этот переход. Когда у нас есть, когда у нас помещаются все наши элементы в менюшке, и когда они уже не помещаются. И так, 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 так. Вот. Видите, вот здесь, вот на этом моменте у нас происходит трансформация. То есть, при 899 пикселей, ну, мы возьмем 900 пикселей, все еще отлично выглядит. Значит, мы можем добавить новый стиль для тех экранов, у которых разрешение менее 900 пикселей. Давайте это сделаем. Мы найдем для начала, вот у нас менюшка, вот она, Navigation. Мы ее найдем в CSS нашем файле. Вот она. Да, ну и пошла ниже. В принципе, что здесь происходит? Да, то есть, ширину мы оставим такой же. Нам нужно уменьшить padding. Правильно? Отступы. И, в принципе, нам надо еще уменьшить. Вот наш первый элемент имеет отступ в 12%. Также это надо уменьшить. И еще, еще что нам надо уменьшить. Ну и, наверное, вот для каждого элемента мы также еще уменьшим то, что отступы у них между элементами... Нет, даже здесь ничего... Да, вот будем все-таки margin-right еще здесь уменьшим. То есть, что мы сейчас будем делать? Итак, пишем наш... Meria, Meria, Min Width 900 пикселей. То есть, если у нас экран будет более 900 пикселей, то есть минимально это 900 пикселей, то у нас будет вот этот стиль отображаться. Потом будет отображаться вот этот стиль, ну, который у нас по умолчанию идут, да, вот эти вот... Которые нормально выглядят при экране больше 900 пикселей. Вот. То есть, тут мы ничего не меняем, потому что если экран больше... Если ширина экрана больше 900 пикселей, то все у нас отлично. Если экран у нас меньше, то есть, я просто скопировал и здесь теперь меняю. То есть, вот Min, вот здесь теперь поставим Max Width 899 пикселей. Теперь, если экран у нас, ну, имеет ширину более чем 900 пикселей, вот этот стиль будет применяться. Менее чем 900, вот этот стиль будет применяться. И конкретно только мы меняем вот эти вот стили для Navigation исключительно. Вот. Что мы здесь изменяем? В принципе, ну, смотрите. В принципе, здесь нам на самом-то деле особо ничего не надо так изменять. Ну, давайте поставим по 0,5% по бокам будет. Вот. Чуть-чуть уменьшим. Таким образом, здесь нам надо 99%. То есть, полпроцента справа, полпроцента слева. И получается в итоге 1%, а от 100% отнимаем 1%, получаем, что ширина нашего главного блока должна быть 99%. Вот здесь все понятно. Дальше. Первый элемент у нас, он получается, отступ имеет 12%. Мы это уменьшим до, к примеру, 4%. Вот. И здесь каждый элемент имеет также отступы, мы их уменьшим к 2%. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Просто обновляем страничку. Так, теперь мы можем просто уменьшать экран наш. И видим вот эту трансформацию, да? То есть, раз, и все элементы так вот уменьшились. В принципе, могу еще, еще, ну, минимум сделаем, давайте, iPhone 4. Вот. То есть, в принципе, у нас, наша теперь менюшка, она достаточно нормально выглядит. Конечно, ее можно еще улучшить. Сделать, что... Ладно, давайте так и сделаем. Все-таки сделаем, что при разрешении экрана в... Ну, давайте, вот, при разрешении экрана менее 370 пикселей, все эти элементы будут выстраиваться в один ряд. Значит, что мы должны добавить? Значит, добавим новый еще стиль. То есть, там, где у нас максимальная ширина экрана 899 пикселей и меньше, получается, мы добавим еще минимальную. То есть, пишем end, min width, width, и, как я и говорил, 370 пикселей. То есть, то, что ниже 370 пикселей не будет попадать... Ну, эти стили к нему не будут применяться. Значит, копируем это все. Здесь ставим уже... Вот это, в принципе, удаляем. Max width 369 пикселей. Да, то есть, все, что меньше 369 пикселей, вот будет вот этот стиль применяться. Здесь нам надо изменить всего лишь несколько элементов. Нам надо, чтобы вот эти элементы выстраивались в один ряд. Значит, я ставлю вот это, вот это. А вот эти два мне даже и не под... А, это даже не относится. Значит, что мы делаем? Width ставим у них 80%. 80% Merging. Left ставим 10%. Скопирую это еще раз. Сюда. Вот эти вот бордеры нам вообще даже не нужны, потому что, в принципе, пользователь не сможет наводить... Ну, на смартфоне это будет не очень хорошо выглядеть, если будут вот эти вот штучки появляться вверху. Оно будет не только мешать, если честно. Вот. Значит, здесь то же самое проделаем. Это нам даже не надо. 0. Вот. Pairing. Merging тут удалим. И padding тоже удалим. Вот. И сохраняем просто. Обновляем нашу страничку. Вот мы видим, что у нас 370 пикселей. Уменьшаем. Бац. И все выстроились в один ряд. Как мы и хотели, в принципе. Ну, вот до такого момента вообще. не надо доводить, потому что таких экранов не бывает. Поэтому я могу просто выставить iPhone 4. Вот. И у нас все хорошо выглядит. Осталось сделать еще, переделать шапку. Шапку мы будем переделывать от примерно на 415 пикселях. Значит, что мы делаем. Я найду шапку, контакт, вот это вот поле, блок. И делаю так. Media. Min-Width. 416 пикселей. Вот этот стиль применяется. А для MaxWidth 415 пикселей. Будет применяться другой стиль. Этот стиль будет таким. Опять-таки, 80% будет вот этот вот наш блок контакт. Вот эти два поля. Чтобы он просто не помещался в одну линию с названием сайта. И просто смещался вниз, в одну строчку сюда. 80% и здесь подступы по 10% с каждой стороны. Значит, просто обновляю сайт. Вот. Уменьшаю. И мы видим, что в принципе оно уже устраивается в два ряда. Вот. Таким образом мы шапку полностью выполнили. Футер у нас готов. Значит, нам осталось только сделать эту боковую панель. Давайте ее сделаем. Итак, чтобы теперь сделать все красиво с нашей правой колонкой, мы будем применять стили, когда наш экран будет меньше, чем 690 пикселей. То есть, на данный момент он вот так вот выглядит. В принципе, достаточно нормально. А вот уже если уменьшать, то он выглядит достаточно плохо. Поэтому мы будем применять стили как раз, когда он будет меньше 690 пикселей экран по ширине. Значит, я иду к wrapper Left Call. И здесь применяем Media, Media, MinWheats. Оставляем 691 пикселей. Вот. А новые стили будем применять именно к 690 пикселей и меньше. Вот 690. MaxWheats. И здесь мы что меняем? Мы меняем, что это должно у нас быть 90%. Это же, ну, по ширине этот блок у нас должен быть, чтобы он врезал только он один в линию. Потом он у нас должен быть Merging Left. Уже теперь 5%. И еще он должен иметь отступ снизу, поскольку у нас теперь уже под низом будет вот этот наш блок. То надо, чтобы какие-то между ними отступы были. Поэтому Merging Bottom сделаем 20 пикселей. Вот. И второе, что я должен сделать, это то же самое для колонки справа. Спишем Media. MinWheats. Это что такое? 691 пиксель. Вот. А максимум. То есть новые наши стили будут применяться для тех экранов, у которых меньше 690 пикселей. Здесь что мы сделаем? Мы сделаем то, что ширина его будет 80%. Merging Left будет 10%. То есть он немножко поменьше будет, чем наш основной этот блок. И, в принципе, больше там ничего не надо. Мы можем просто обновить сейчас страничку. Вот у нас 691 пиксель. Мы обновляем чуть меньше. Бац. И у нас получается, что вот эти все блоки выстроились в один, поскольку они теперь стали огромными. А эти нижние блоки вот так вот теперь у нас внизу, они поменьше. Но и выглядят, в принципе, достаточно хорошо, как по мне. Вот. Таким образом, если я теперь уменьшаю... Ну, давайте iPhone. Четыре поставим. Вот. То, в принципе... Да, то, в принципе, у нас все хорошо выглядит. Вот. Ну и, в общем, на этом и все. То есть, в принципе, я думаю, вы разобрались, как создавать адаптивные сайты. Мы можем его, конечно, еще долго адаптировать. Но, в принципе, чтобы сделать адаптивный сайт, вам необходимо устанавливать блоки в относительных каких-то величинах. Например, проценты. Ну, в общем, обычно, самое частое, это проценты блоки именно устанавливаются. То есть, 100%, значит, вот этот, например, блок, он уже может иметь там 50%, и это тоже 50% вот этот контакт. Вот. Шрифты устанавливать тоже не в пикселях. Устанавливать либо в процентах, либо в EM, что самое распространенное. Вот. И, в принципе, ну и чтобы добавить какие-то определенные стили для какого-то определенного блока, мы используем медиа-кверис. Вот эти вот специальные медиа-кверис. Как с ними работать, я думаю, я тоже вам показал и объясню. Все, на этом конец. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорых встреч. Пока. Продолжение следует.